Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. И о главных темах сегодняшнего выпуска. В новый сезон с новыми возможностями. Анапский аэропорт готовится к открытию большого современного терминала. Поздравление с доставкой на дом. Молодежь «Анапа» навещает ветеранов и собирает историю войны по крупицам из первых уст. На финишной прямой. Анапа готовится к открытию востребованного спортивного объекта – велосипедной дорожки. Поезд Черного моря затянули покрепче. Наши спортсмены отстояли победу на краевых играх боевых искусств. Новый терминал в аэропорту «Анапа» откроют 31 мая. Об этом в беседе с журналистами рассказал руководитель компании, управляющей воздушными воротами курорта. Объем инвестиций составил около полутора миллиарда рублей. В администрацию города-курорта называют новое здание аэровокзала важным дополнением к общей картине – отелям, прошедшим классификацию, новым пляжем и повышению уровня сервиса в целом. Это в самом прямом смысле учебные чемоданы. Работу системы шлифовали с привлечением добровольцев, которые играли роль пассажиров. Багажную систему называют «сердцем аэропорта». Если она отлажена, то на необходимые действия пассажир тратит минимум времени. В новом аэровокзале 13 стоек регистрации предусмотрена одна для тех, кто заполняет форму онлайн. В этом случае достаточно будет просто сдать багаж. Здесь планируют в ненавязчивой форме инструктировать пассажиров, какие предметы лучше убрать в багаж, на что может среагировать металлоискатель. Мы постараемся при входе сделать такие смешные, беззлобные штуки, которые показывают, что тут у тебя ремень, тут у тебя ключи, не забудь, все скомпонуй. Для желающих перекусить есть кафе, где комплексный обед будет стоить порядка 500 рублей, а также более изысканное заведение – вип-зал на 60 мест. Площадь нового терминала – порядка 12 тысяч квадратных метров, в два раза больше, чем у старого аэровокзала, который в прошлом году принял около 1 миллиона 400 тысяч человек. Ожидается, что в этом году через новый терминал пройдет не меньше пассажиров. До этого два года подряд прирост составлял порядка 20-30%. Весь потенциал развития и по площадям, и по мощностям, и по инфраструктуре внутри. Соответственно, этот терминал на многие годы – это самое главное, то есть это планирование с определенной перспективой. На стойках детские рисунки. Анапа была и остается главным детским курортом страны. Около 10% пассажиров прилетают и улетают организованными группами. Работа с ними отлажена. В сезон аэропорт ежедневно принимает порядка 50 рейсов со всей России. Это уровень регионального центра. В прошлом году здесь приняли почти 450 чартеров. Пять лет назад, если бы кто-то сказал, что Анапа – чартер, ну это было бы просто непонятно. На сегодняшний момент уже 850 средств размещения прошли классификацию. И туроператоры наши, которые в былые годы очень как-то неохотно хивали головой и говорили, ну что это такое, Анапа приезжает и нормального терминала нету для приема гостей. И сразу выходит на улицу. То есть, ну мы немножко отставали по воздушной гавани. Сейчас мы, город-курорт Анапа и санаторно-курортный комплекс в полном комплексе может отдать то качество, которое ждут гости от нас. На сегодняшний момент остались последние штрихи. Открытие нового терминала намечено на 31 мая. Киношоку в Анапе быть. О планах на новый фестивальный сезон глава города Сергей Сергеев беседовал с Ириной Шевчукой и Сергеем Новожиловым. В Анапу на встречу с главой города-курорта приехали идейные вдохновители фестиваля «Киношок» Ирина Шевчук и Сергей Новожилов. Ирина Борисовна поделилась с Сергеем Сергеевым впечатлениями о том, что недавно в Москве в фильму «Азорь здесь тихий» отметили 45-летний юбилей. Теперь есть возможность говорить о том, в какие сроки пройдет в этом году киношок и что для его организации необходимо. Глава города предложил тему юбилея знаменитого и любимого фильма «Не терять». Она очень актуальна для патриотического воспитания молодежи. Ирина Борисовна поделилась планами на время визитов в Краснодарский край. Встреча с обсуждением планов по организации фестиваля предстоит с вице-губернатором Краснодарского края Анной Меньковой. А также Ирина Шевчук и Сергей Новожилов планируют принять участие в юбилейных торжествах Владимира Рунова. Фестиваль будет не слушать. Я ничего такого не говорила. Отказываюсь. Мы любим Анапу по-прежнему и надеюсь, что Анапа нас. Велосипедные дорожки комфортно и безопасно. На Пионерском проспекте готова к эксплуатации новая велодорожка. Во всю идет благоустройство прилегающей к ней территории. Глава Анапы Сергей Сергеев побывал на месте проведения работ. С руководителем Ремстроя обсудил окончательные сроки сдачи объекта. В районе шахтерской славы бригада Ремстроя меняет бордюры. Сергей Павлович напоминает, съезды на проезжую часть и тротуары должны быть удобными. Пока не будет. А это будет? Да. А он же дорожный, все это будет. И полностью заезд. Фонари, разметка. Вот это отремонтирует. И будет того не прийти. Два с половиной километра велодорожки заасфальтированы. Переложена тротуарная плитка, идет замена бордюрного камня и высадка зеленого материала. Параллельно работают дорожники, обновляют на проспекте разметку. Отдыхающих в здравницах на Пионерском уже немало. Говорят, приехали за теплом. И рады добавить к пешим еще и велосипедные прогулки. Тем более, здесь это безопасно. Последний раз в 15-м году были. В принципе, да, нравится. Приятно отдыхать. Велодорожка у вас тут сделана. Тут всегда зелено, красочно, всегда свежий воздух. Еще один шаг навстречу сезону – проект нового современного пляжа. Отель «Давиль» завершает благоустройство территории у моря. Санузлы канализированы, готовы к установке новенькие урны и лавочки. Береговая полоса чистая и ухоженная. Добросовестный арендатор должен получать пляж в долгосрочную аренду, уверен глава. Если даем на 11 месяцев, даже больше не можем. И что, кто-то будет вкладывать. Вот сейчас вот поинтересуйтесь, где у них санузлы. Он будет канализированный, и будет душевая кабина, и все. И здесь же будут, вот выходишь с песка, дом, я мыл, все будет. Каждый год Анапа должна прирастать такими пляжами, считает Сергей Павлович. Как только эта территория будет готова, проект станет примером для всех ведущих здравниц курорта. Любые ремонтные работы должны проводиться с последующим полным восстановлением дорожной инфраструктуры. Глава курорта поставил задачу перед подчиненными обязать подрядчиков добросовестно выполнять правила благоустройства. Ежедневно специалисты управления ЖКХ должны проверять, как восстанавливают дорожное полотно после ремонта коммуникаций. Согласно действующим нормативам, подрядчики обязаны делать это в полном объеме. Это район автовокзала. В прошлом году здесь вскрывали асфальт, чтобы добраться до водопровода. Подрядчик постелил новое покрытие, однако со временем асфальт начал проседать. Сейчас полотно укладывают заново с восстановлением дорожной разметки. В городском управлении ЖКХ уверяют, претензионная работа ведется постоянно. Это поручение главы. Мы сейчас активизировались. Все адвера, которые выдавались, сейчас просматриваем, где есть просадки, недочеты. То в карантинный период направляем претензии. Большинство подрядчиков относятся с пониманием то, что они сделали. Как бы с ними общаешься, переговариваешь, и они выходят, так же и справляются. Кто не относится к этому нормально, то, естественно, претензия и выход в списковое заявление в суд. С Днем Победы ветеранов поздравили дети из казачьих классов. Ученики пятой школы с цветами и подарками навестили тружеников тыла. Акцию организовала председатель территориального общественного самоуправления номер 29. То сведет шефство над казачатами. Спасибо. Растите большие. Когда началась война, Екатерине Ковган не было и 17 лет. Почти всех мужчин забирали на фронт. Работать в тылу приходилось женщинам и подросткам. До сих пор Екатерина Дмитриевна с содроганием сердца вспоминает военные годы. Вниманию со стороны подрастающего поколения труженица была очень рада. И совсем не скрывала эмоций. Я очень счастлива, что меня не забыли. Что помнят еще мои труды. Следующим адресом стал дом Анны Трещотко. Она рассказала, как война повлияла и на жизнь школьников. После уроков дети спешили не домой, а на работу. Кто-то трудился в поле, кто-то уходил в госпиталь. Анне Григорьевне пришлось работать на заводе. На заводе мы помогали, подносили к токарным, к фрезерным станкам, подносили болванки, из которых делали всякие для фронта. Все ковали для фронта. Болванки эти очень тяжелые в ящиках таскали. Потом готовые уже детали уносили, подметали там все. Акция проходит уже пятый раз. Руководитель ТОС-29 Лидия Жули приобретает подарки, цветы и вместе со школьниками поздравляет ветеранов, проживающих на ее участке. Я приобщила молодежь. Я шефствую над казачьим классом школы номер 5. И хочу передать молодому поколению именно память о наших героях, о победителях во время Великой Отечественной войны. Чтоб наше поколение будущее чтило память и гордилось нашими подвигами народа. Я считаю, что те, кто спасали нашу Родину, надо их поздравить. Узнавать историю войны из уст ее очевидцев и участников особенно ценно. Молодое поколение благодарно защитникам мира не только за победу, но и за открытость. Ведь такие встречи молодежи нужны не меньше, чем ветеранам. Еще одну поздравительную акцию для защитников мира организовали Молодежный совет Анапы совместно с Советом молодых депутатов. В этом году идею поддержали и депутаты Законодательного собрания Краснодарского края. Акцию «Без прошлого нет будущего» активная молодежь города проводит уже четвертый год. Главная ее цель – дать почувствовать ветеранам, что они нужны, оказать им помощь и, конечно, сказать спасибо за победу. Очень важно общение и информацию, которую мы получаем. То, каким нелегким путем им досталась та победа. А наша задача – уже передать эту информацию из поколения в поколение. Адресное поздравление получили ветераны, проживающие не только в городе, но и во всех сельских округах. Туда с цветами и подарками выехали порядка 30 человек. Без поздравлений не оставили ни одного ветерана. Анапчане приняли участие в ежегодном легкоатлетическом забеге, посвященном 72-й годовщине Великой Победы. В этом году, как отмечают организаторы, спортивное событие стало еще более массовым. В эстафете приняли участие городские жители и спортсмены из сельских округов. Ранним утром на площадке у стелы город Воинской Славы в праздничном строю в ожидании стартов замерли 36 команд. Почти 400 юношек и девушек решили испытать свои силы в эстафете, посвященной Великой Победе. Во всей стране проводится мероприятие, посвященное этой великой священной дате, когда наш народ, наша страна в 45-м году победила фашистскую Германию, сломав ей гребет и водрузив знамя Победы над Рейстагом. Настрой боевой, ведь многие ребята занимаются спортом не первый год. Активный образ жизни, там нужно как-то себя в спортивную форму приводить, а как бы игры в компьютер, диванные люди, они как бы, ну, это не то все, надо спортом заниматься, жить активно. Я всегда бегаю за свою школу, это уже не первый раз, и мне нравится бегать, то есть это спорт, я люблю заниматься спортом. В ходе эстафеты среди команд было разыграно 4 главных приза, а также определены победители первого, самого протяженного этапа. В итоге первыми доставили эстафетные палочки к финишу и завоевали кубки команды школ номер 7 и 31. В личном первенстве в забеге на самую длинную дистанцию 3780 метров лучшее время показали Иван Стародубцев и Ирина Тузлукова. Дистанция была нормальная, ощущение тоже хорошее, победа. Да, серьезно соревнования, но я хожу на легкую атлетику, поэтому было нормально, готова на тренировках. В прошлом году, по сравнению с другими эстафетами, и в этом году и количество участников, и уровень команд значительно возрос. Есть у нас и более слабые команды, и более сильные команды, но если у нас раньше доминировала одна-две команды, то сейчас у нас идет уже достаточно плотная борьба между командами, это очень радует. А абсолютным победителем на всех этапах эстафеты признаны спортсмены Олимпа и единственные спортивные школы, принявшие участие в эстафете. В Анапе состоялись шестые открытые краевые детско-юношеские игры боевых искусств и спортивных единоборств «Пояс Черного моря». Практически со всех регионов Кубани приехали оспаривать кубки и медали юные каратисты Киоку Синкай. Но гостеприимные во всем, кроме схваток на татами анапчане, не позволили увезти главный приз из города-курорта. Участников игр приветствовали почетные гости. Первый заместитель исполнительного директора Российского союза боевых искусств Игорь Пасько, заместитель главы Анапы Людмила Мурашова, депутат горсовета Константина Постолиди и многие другие. Перед началом соревнований воспитавники Анапской спортивной школы номер 5 Богдан Жадовский и Владислав Чапурин получили черные пояса, которые прислали из Японии за спортивные заслуги в области восточных единоборств. Каратэ я занимаюсь 5 лет. На протяжении 13 лет я шел к этому. И последний наш экзамен, он был решающим. То есть нам вручали черные пояса. И по результатам экзамена мы экзамен прошли успешно с моим товарищем и сдали на черные пояса. Бурные эмоции вызвали у зрителей и участников игр захватывающие показательные выступления учащихся и тренеров отделения УШУ 5-й спортивной школы Анапы. Не менее волнительными оказались поединки самых младших участников соревнований. Якушин Илья занимается каратэ Киокусинка меньше года, но сегодня спортивная удача явно на его стороне. Ударом соперника в голову он одерживает победу. Просто надо силу прибавлять и скорости, и в голову малышу. Я тренировался с папой, утром делать зарядку. Всего за 5 дней прошли соревнования по 8 видам боевых искусств. Среди 1300 юных спортсменов было разыграно 216 комплектов наград. В общекомандном зачете по Киокусинка и каратэ анапчанам не было равных. 16 золотых медалей и первое место. А в дисциплине Тхэквондо наши спортсмены стали вторыми. И в завершении выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр «Анапа-Океан»» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Программа «Детокс-очищение организма». Прием врачей эндокринолога и терапевта-кардиолога. УЗИ печени, электрокардиограмма. Внутривенное детокс-очищение. Нейрофизиологическое обследование. Рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.